Я вот хотел уточнить, они морально были готовы к тому, что в любой момент они с дедушкой могут распрощаться или к этому не шло? Нет, шло, когда получили онкологию, то стало очень ясно. Все понимали, что срок очень четко обозначен. Нет, мы, конечно, включились в борьбу. Я, как всегда, верю в чудо, и я спрограммировала больше годы, а вышел только год. И дети, когда нам поставили онкологию, надо им сказать большое спасибо Андрею, моему сыну, то есть нашему сыну с Колей, и невестке, и внуке. Они постоянно приезжали к нам и постоянно говорили с Кокой, что у них нового, что такое. Приезжали сюда, приезжали в больницах, когда мы делали химиотерапию. А уж когда мы слегли в надежде выйти... Все-таки надежда у вас была. Да, потому что у нас было воспаление легкого. А потом выяснилось, что это разлагается. Вот эта опухоль, которую мы облучали, она не засушилась, она стала разлагаться. Началась общая интоксикация организма. И программа наша через месяц стала совершенно ясна, что у нас может недели, может два дня, может один день, может три. И тут Петя, Яна и Оля, которые с родителями, естественно, приезжали практически каждый день. Потому что они понимали, что наш... Ну, поставлен был диагноз, что наш корабль идет вниз в землю носом, и это не определить время. Сам Караченцев понимал, что ему очень немного осталось, или он тоже в общем верил? Он все понимал. Он все понимал. И он понимал даже больше, понимаете, такой силы человека. Мне просто повезло, что я его встретила в этой жизни. Я его хотела встретить, я его нашла. Да, это мой третий муж официальный. Да, я знаю. Так вот, просто чтобы вы не очень надеялись, что это прям с первого взгляда. Нет, полюбили твой с первого взгляда, увидели на сцене. Это был удар, это был просто удар, который сбил мне дыхание, и все. И с этого началась моя улыбка на лице. Вы знаете, когда я его хранил, я тоже улыбалась. Да, я читал, что, мол, не плакал на похоронах. Да, потому что он лежал с такой красоты, без морщин, потому что он уже знал, что он уходит. То есть это была каждодневная работа, и понимание того... Я вставала пол шестого, и я понимала, что я должна бороться и за этот день, еще один день жизни. И я сидела, я целовала его, обнимала, я целовала его руки. У него безумной красоты руки. У Петьки точно такие же длинные пальцы, очень красивые формы. Вот, это мои артритные, больные руки. А у него просто он, и он сложен прекрасно. И когда он умер, я его целовала все тело, он был теплый еще, понимаете. И лицо у него такое стало красивым, морщины ушли, морщины. И вообще поголубили глаза. Когда он вышел тогда, из кома у него стали голубые глаза. Как у вашего папы. Да, да. Как странно. Я потом думаю, почему? Это как заново или готовишься к уходу, или как заново рождаешь. Дети все же голубоглазыми, фиолетовыми рождаются глаза. Потом определяется цвет карии, предположим. Понимаете, когда родился наш сын, он тоже надеялся, что он будет кариглажен. Но челюсть у него большеватая, а Гарри глаза так и не появились совершенно. Понимаете, поэтому семья держалась до последнего. Просто до последнего. Я объявила всем своим друзьям, что мы теряем его. И кто хочет его увидеть живым, пожать ему еще руку его сильную, тот, пожалуйста, приезжайте. Приезжали его врачи, Леночка Слонова. Приезжали друзья, приезжали все, кто мог, родственники, чтобы увидеть его живым. Он прекрасно понимал, что они пришли с ним попрощаться. Он шутил, он улыбался. Он держался. Ну, мы то кислород мы то отведем, чтобы общаться, чтобы сняться. И вот и Олечка эта маленькая прижималась. И говорит, он же стаенький. Он же был молодой. Я ему показывала, какой он был. Там журнал у меня был, пример этот. К 70 лет. И вот, видишь, какой он. Он был молодой, красивый, очень красивый. А сейчас он стаенький. И он, да, он стаенький. И когда он умер, я всем позвонила, сказала, что Коля ушел. Оля сказала, он улетел. Я говорю, да, Оля, он улетел там, где очень хорошо, где блаженство, где нету боли и нету слез. И ты, и я, и мы не должны плакать. И мы там лучше намного. И, конечно, то одиночество, которое вдруг. Пять котов, четыре, тогда было собака и никого, ни медсестры, ни домработницы. А главное, нет его. Потому что, знаете, он излучал столько тепла даже раненым. Он был настолько энергичный, настолько веселый, настолько в нем было силы жизни, что я все время ощущала этот аккумулятор просто, аккумулятор. Вдруг я вхожу, собака сидит, четыре кота, и вот такие у них глаза. А где он? Всю ночь собака выла. Она знала, что он умер. Она его сопровождала во всех походах, прогулках. За ней шли четыре кота. Дальше уже Коля с медсестрой и с этим самым, как вот, палкой с этой. И она настолько привыкла, что она, конечно, поняла уход. И когда я приехала, я не знала, что мне делать. Надо что-то мне делать, надо как-то что-то собраться. А он спал вот здесь. Так что вы думаете? Они все легли на это место. Собака на его подушку, на все. Коты все легли. И так их голову подняли, как змеи, мол, наверх. Ну что, мы греем, давай ложись там все. И я спала среди животных с ними. И это была какая-то теплота такая от них исходила. И я поняла, что все понимаю. Понимаю, что ему там лучше. Понимаю, что он ушел в жизнь вечную, что у него началась новая жизнь. Но эгоистично, как человек, мне его не хватает сейчас. Мне не хватает его тепла, любви, ласки, нежности. Он все время гладил, целовал руки. Даже ночью мне гладил. Я внимательно говорил, я молюсь за тебя, я люблю тебя. Он удивительный, так сказать, способен к любви и дарить людям счастье. Понимаете? Вот сейчас я не вижу таких людей. То есть вокруг меня нет. Есть моя семья. Я их ощущаю. И я с ними провожу полнедели. С ними полнедели вот здесь. Я пытаюсь как бы передать, создать атмосферу. Потому что мы потеряли не мужа, мы потеряли стержень. Это был стержень.